Добрый день! Давненько мы не обращались к творчеству и музыкантам-исполнителям одной из наших культовейших групп, любимой и старым и молодым поколением Юрой Хип. Сегодня речь пойдет о их вокалисте, фронтмене. Уже страшно в это подумать. Уже на протяжении 36 лет Берни Шоу радует нас своим пением в составе этой легендарной группы. Итак, Берни Шоу. Тут есть один интересный момент. Четко есть разделение внутри фанатов этой группы поклонников творчества. То есть, многие Берни Шоу, который начал в группе петь с 1986 года, не воспринимают вообще. Мы принадлежим к другой категории слушателей поклонников творчества этой группы, которые изначально, честно скажем, не признавали этого вокалиста напрочь, а впоследствии, наверное, просто привыкли. И вы знаете, последние выступления группы до пандемии, например, на известнейшем германском фестивале Вакен в 2019 году, утвердили нас во мнении в том, что мы где-то правы. Берни Шоу блестяще отпел. Это выступление есть в Ютюбе. Шикарное качество. Группа просто во главе с бессменным миком, боксом, гитаристом просто отжигает со страшной силой. Ну и Берни Шоу, конечно, молодчимый. Это не тот Берни Шоу, который был по молодости, приезжал в Москву. Мы об этом рассказывали, когда Юр Ахив давали, чуть ли не первый из западных групп приехали в Советский Союз тогда еще, и дали феерические выступления для нашей неискушенной публики. Это было, конечно, нечто. Но Берни Шоу шел, как говорится, на музыкальный олимп восходил достаточно долго и сложновато. Родился он 15 июня 1957 года в Ванкувере, это Канада, и варился в канадской музыкальной сцене достаточно длительный период, аж до 1978 года. Ну как, основательно длительный, потому что, вы знаете, у нас были ролики о канадских исполнителях и группах, даже не будем их перечислять, скажем так, что эта сцена, она несколько обособлена, даже о близлежащей американской, не говоря уже об английской. И мечта многих канадских музыкантов, особенно того поколения, было просто-напросто перебраться в Америку или в Англию. Например, все-таки не удержусь, путь того же Нила Янга, о котором у нас есть ролик на нашем канале, подтверждает эти слова. Началось все не с вокала. Берни Шоу мечтал стать гитаристом. Он даже купил хорошую гитару Гибсон, пытался музицировать, ходил на прослушивание. Вот на прослушивание в одной из групп ему подсказал лидер группы локальной, что, в общем-то, Берни, ты давай-ка лучше займись вокалом. Мягко намекнул на то, что гитара все-таки это не его. Ну так бывает в жизни, вы знаете, страсть к одному, но просто не получается. И надо вовремя каким-то образом переквалифицироваться. Это как раз был тот счастливый случай, что Берни переквалифицировался. И у него получилось. Получилось, запел он здорово, почувствовал силы, но понимал, что в Канаде ему ловить нечего. И в 1978 году сел он на самолет и двинул славный город Лондон, в котором, в общем-то, вы знаете, поле для деятельности было более широкое. Там у него, в принципе, срасталось потихоньку. Были группы, там, Прэйн Майтис, Эскейп, Гран-при, которые, в общем-то, ну, особых звезд не хватали, но чего-то пытались делать и даже умудрялись выпускать альбомы. Самый его был такой известнейший момент, когда он играл в группе барабанщика, бывшего барабанщика Iron Maiden Клиффа Бара. И как раз на одном из выступлений этой группы в клубе известнейшем Марки в Нондоне в 1985 году оказался гитарист группы EuroHip Мик Бокс. Как вспоминал сам Мик, он был, конечно, слегка на подпитку, что естественно, но у него тогда была сквозная мысль. Не просто так он шастал по клубам, просматривал группы, он искал вокалиста. Вокалист в EuroHip играет, да и во многих групп, определяющую роль. А мы всегда подтверждали эту мысль, что вокалистам надо действительно родиться. Если на других музыкальных инструментах худо-бедно можно научиться, но петь тоже можно, но это будет средний уровень, это будет не уровень звезды. Это все-таки, прежде всего, тот набор комбинаций агенов, которые способствуют пению. Так вот, у EuroHip на их пути творческом были несколько вокалистов. Популярнейший Дэвид Байрон, культовый вокалист, о котором у нас есть ролик на канале. После него пришел Джон Лоутон, о котором мы тоже говорили. После Джона Лоутона был краткий момент творчества Джоном Сломаном. После Сломана был Пит Голби. И когда вот с Питом Голби опять не срасталось, в общем-то, не срослось, и группа действительно переживала страшный творческий кризис. Альбом 1985 года «Экватор», убеждая нас в этом, это, пожалуй, единственная пластинка EuroHip, которую переслушивать никогда не хочется, честно скажем. И, в общем-то, повезло Мику, что он попал на Берни Шоу. После выступления он зашел за кулисы, пообщался с Берни. Как сам уже сговорит Берни, мы вначале выпили, потом поговорили, потом опять выпили, поговорили, поговорили и выпили. И закончилось это все на квартире у Берни Шоу с разговором о том, что Мик ему уже жал руки и говорил, что ты все, ты в группе. Произошло формальное прослушивание, и, в общем-то, таким образом Берни Шоу попал, конечно, на новый уровень для себя. Потому что EuroHip, вы знаете, это одна из самых главных концентрирующих групп. Это настоящие труженики сцены, даже по сравнению с теми же Ди Пёрпл. EuroHip постоянно в дороге. Одни из самых концентрирующих, из таких больших групп. И поэтому, конечно, бояж Берни Шоу в Москву, это было нечто. В 87-м году, потому и вышедший альбом, первый из Берни Шоу, был и есть. Живой в Москве, концертник. На протяжении нескольких вечеров они радовали публику. Зал был битком, набит людьми, но мы об этом рассказывали в роликах о EuroHip, об исполнителях, о том же Микки Боксе. Первый студийный официальный альбом, Raging Silence, вышел с Берни Шоу в 1989 году. Конечно, повторюсь, публика фыркала, не воспринимала его. Подавая им Байрона, некоторым и Лоутона подавая, ну а где их уже возьмешь. В общем-то, худо-бедно привыкали к этому. И я вам скажу, в этом составе, что называется, Берни Шоу распелся. И у него все получается. Получалось и получается. Сильнейший альбом мы вам очень рекомендуем 1995 года, Sea of Light. Пожалуй, с Берни Шоу это, наверное, лучшая пластинка у EuroHip. И в этом же году, к сожалению, в 1995 у него возникли проблемы с голосом. Это беда многих вокалистов. Просто-напросто перестал петь. Вы знаете, вот как человек шепотом говорит, вот так называется, голос сел-просел. Слава богу, лекари помогли. Но тут есть интересный факт. Гастроли в Австрии и в Южной Африке спел, пригласили специально, упросили Джона Лоутона. Чтоб он подменил, что называется, Берни Шоу. Эта подмена тоже воспринято было многими фанатами на ура. Эти бутлеги существующие расхватываются всегда, пользуются спросом, как горячие пирожки. Но, тем не менее, Берни Шоу потихоньку втягивался в коллектив. Единственное что, вы понимаете, наверное, все-таки музыка стала где-то немножко попроще. Некоторые композиции скатывались в пучину поп-рока. Но, в принципе, в этом ничего нет страшного. Юрахи всегда отличались чрезвычайным мелодизмом, лиричностью подачи материала. И наличие песен, которые можно петь с утра обычному человеку, подтверждает эту истину. Все было хорошо. В 1998 году вышел альбом Sonic Origami, который, в общем-то, наверное, похуже, чем Sea of Light. Но, тем не менее, есть тоже несколько запоминающихся композиций. И все подчеркивают. Многие люди, потому что Юрахип на постсоветском пространстве, действительно народная группа, неоднократно общались с Берни Шоу. Он открытый человек. Ну, и мне довелось немножко пообщаться в свое время, когда в 1998 году группа приезжала и к нам. Это был один из их первых заездов сюда. Поэтому, в общем-то, человек действительно положительный во всех отношениях. Хотя я знаю некоторые мои, как говорится, коллеги-меломаны другого придерживают сомнения. Говорят, что мигбокс лучше. Но это не тот случай сравнивать. Не настолько мы близко общались. Но вижу, что такой, знаете, открытый канадский парень. Абсолютно без пафоса, без комплекса. Хотя сейчас уже, конечно, не парень. Уже дедуган. И это вы увидите на выступлении Вакин 2019 года. Но который все равно своих петческих качеств не потерял. На сцене он себя ведет очень классно. Все-таки опыт гастролей позволяет это уже делать. Непрерывных, подчеркиваю, гастролей. Где только не были Юрахип. Даже на острове Калимонтан, Папуа, Новый Гвинея, наверное, и там гастролировали. У эскимосов только не были, это точно. Поэтому Берни Шоу, я думаю, будет нас еще радовать своим творчеством. Группа, в общем-то, уже почти готова к выпуску нового альбома. Подождем. Я думаю, они нас все-таки еще способны удивить. Спасибо за просмотр. Всего вам хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!